Особенности нынешней новогодней кампании – готовность катков и хоккейных площадок, а также востребованность общественного транспорта. Эти и другие вопросы стали одним из главных тем обсуждения на аппаратном совещании, которое состоялось сегодня в администрации города. Очередное аппаратное совещание провел заместитель главы города Вадим Чуприн. Сергей Бердников не смог на нем присутствовать по причине того, что был вызван на срочное совещание губернатору области. Обсуждения хлопотного городского хозяйства начали с новогодней кампании. Ее старт в «Магнитке» назначен на 24 декабря. В этот день на площади народных гуляний состоится торжественное открытие центрального ледового городка, которое превратят в общегородскую праздник новолетия 2017. С 14 до 20 часов горожан здесь будут развлекать творческие коллективы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В этом году особое внимание при создании центрального ледового городка будет уделено световому оформлению ледовых композиций и всей территории площади. Решением главы города на площади народных гуляний будет установлена новая городская елка, которая создаст праздничное настроение для жителей города. Этот Новый год магнитогорцы встретят ударно. В городе пройдет более 260 праздничных мероприятий, в которых будут задействованы все учреждения культуры, а также ледовые городки. Их будет шесть и катки города. Всего будет залито 66 ледовых площадок. Большая часть из них, порядка 50, это дворовые хоккейные коробки, которые станут местом традиционных спортивных баталий. В феврале будут проходить турниры по хоккею на Валенках с охватом более 60 команд и участникам более 600 человек. В декабре и январе проходит турнир по хоккею, посвященный памяти Гусеванов на кубок МГСД с охватом 16 команд и участников более 200 человек. И соревнования по хоккею на призы клуба «Золотая шайба». Однако, чтобы все запланированное состоялось, усилий одних организаторов мало. Необходима еще и бесперебойная работа городского транспорта. Но, как выяснилось, прийти к идеалу у тех же трамвайщиков пока не получается. 42 минуты была задержка по улице Ленинградской в связи с тем, что лопнул сварной стык у нас на путях, пришлось восстанавливать. И 50 минут – это общая задержка по причине неисправности вагонов за всю неделю. А вот у городских автобусов дела идут гораздо лучше. Придя на смену «Газелям» на маршруте номер 17, идущем по проспекту Ленина, они осваивают его весьма успешно. «Тенденция положительная. За неделю по данному маршруту перевезли 6490 человек, на прошлой неделе 6000. Из них 1599 школьников и студентов. Раньше было 1254». Напомнив, что Новый год – один из любимейших магнитогорцами праздников, Вадим Чуприн обратился к собравшимся с просьбой постараться приложить максимум усилий, чтобы все прошло, как говорится, без сучка и задоринки. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...